Год новый, а нравы, точнее безнравственность прежняя, отчего старушки рыдают в голос, расскажем в следующем выпуске в 20 часов 30 минут. А в 18.55 на канале России не пропустите откровения Натальи Варлей в прямом эфире. Мы продолжаем. Мусор сегодня повсюду. Контейнеры наполняются сразу после того, как их очистят. Люди наводят порядок после праздников. А во дворе столичного дома номер 6 по Горьковскому шоссе отходы начали появляться еще более года назад. Откуда они? Отправилась выяснять Алина Хусаинова. Пластиковые бутылки и пакеты прямо под окнами. Двор дома номер 6 по Горьковскому шоссе превратился в несанкционированную свалку. Отходами заполнен пристрой. Прежде здесь было кафе. Сейчас строение никому не принадлежит. С каждым днем мусора становится все больше и больше. Ну кто оставляет? Может даже сами жильцы? Ну вот тут я смотрю, ящики даже есть. Это наверное уже с магазина откуда-то. Вот может даже вот с этого киоска, рядом который стоит. Ну что это за безобразие? Мы пожилые люди, нюхаем, ходим. Нам больше ведь некуда деваться. Не пойдешь куда-нибудь. Правильно, дочка? Вот. Вот я что хочу сказать. И писали мы уши сколько их. С просьбами снести строение жильцы обращались в администрацию района и управляющую компанию. Но сделать это можно только по решению суда. И инициатива должна исходить от обитателей дома. Для того, чтобы принять решение в отношении пристроя, должно быть судебное решение. А для того, чтобы обратиться в суд, нужно письменное обращение в управляющую компанию, чтобы мы могли дальше уже действовать на основании обращения граждан. Жители, как собственники, должны проявить инициативу, обратившись в управляющую компанию. А в последующем управляющая компания уже, представляя их интересы, будет обращаться в суд. Коммунальщики пообещали ликвидировать свалку. Но гарантии, что горы отходов не вырастут опять, не дает никто. Теперь развитие событий зависит от жителей. Без заявления собственников уничтожить пристрой будет невозможно. Алина Хусаинова, Илья Савельев и Айрат Мухамедзианов. Вести Татарстан.